На библейский портал Экзегет пришел вопрос, поддерживается ли в Библии принцип о здоровом теле, здоровый дух? Нет, вы знаете, этому не уделяется внимание Библия. Библия занимается более глубокими вопросами. Она занимается именно духовной жизнью человека. В библейском видении мира болезни тела есть следствие греха, то есть ошибок, преступлений в духовной жизни человека. Поэтому вылечить духовную жизнь человека и через это ожидать выздоровления телесной жизни человека, хотя оно и не всегда наступает. Вот библейский подход. Мы можем сказать, что Библия воспринимает всего человека как некоторую пирамиду, где наверху духовная, затем душевная и внизу телесная. И Библия помогает нам восстановить господство духовного над телесным. Грешный человек, падший человек живет обычно наоборот. Как в одном присловии сказано, человек не ест, чтобы жить, а живет, чтобы есть. Да, или когда человек стал полностью плотью. Вот как Господь перед потопом в книге Бытия рассказывается. Он смотрит на людей и говорит, они стали только плотью. Не век духу мог пребывать в них. Конечно, это путь в погибель. Потому что жизнь Божия, жизнь от Бога, как это источник жизни, входит во всего человека через дух. Но при этом отношение библейское к телу, это отношение как к храму, как к иконе, как к святыне. Потому что и тело тоже таинственным образом несет в себе отпечаток божественного образа. Вот если вы послушаете внимательно слова отпевания, написанные великим богословом Иоанном Дамаскиным, у которого ни одно слово просто так не произносится. Все очень точно. Автора знаменитого точного изложения православной веры 8 века святого. Вы услышите. Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу во гробах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную и бесславную. Во гробе мы духа не видим. Мы видим только тело. Мы видим, как тело становится безобразным и бесславным. То есть слава уходит от него. Но это тело все равно Иоанн Дамаскин исповедует, создано по образу Божьему. Поэтому отношение к телу — это отношение к ковчегу, в который принимается святыня человеческого духа. И, конечно, бездумное отношение, небережное отношение к телу является грехом. Святые отцы сравнивают тело человека с вьючным животом, с осликом, который, если его перегрузить и не кормить, то он падет, он умрет. Но если дать ему волю, то никакой пользы от него не будет. Поэтому тело человека, о нем надо заботиться, но в миру. А держать его надо в подчинении духовной жизни, чтобы не было наоборот. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok